Привет, друзья! С вами снова Международный Гроссмейстер Роман Овечкин. Как и обещал, очередная проигранная партия. Очень нравится мне дебют под названием Королевский Гамбит. Мне кажется, все, кто видел когда-нибудь партию Андерсен Кизерицкий, партии Стенница с выходом Короля на Е2 и так далее, все, кто наблюдал за творчеством великих шахматистов XIX века, всех рано или поздно тянет сыграть F4 на втором ходу после хода Е5. Меня от этого хода отучали очень долго. Партии с Володей Авдеенко я уже поделился, а сейчас делюсь партией с другим сильным шахматистом. То есть у черных огромное количество хороших схем. Мы с Игорем Ильичем Лысым рекомендуем играть D5, ED, ER. Там у черных все прекрасно. Самым принципиальным ответом является немедленное взятие. И на коне в 3. Со мной Володя Авдеенко играл слон Е7. Фишер очень любил ход D6. Так против меня как-то гроссмейстер Александр Ваулин играл в быстрые шахматы. Ну, где-то в середине 90-х годов. По-моему, не помню выиграл ли я, но перевесу получил очень, добился очень большого, очень быстро. Вот этот, помню, совершенно отчетливо. А так партию не восстановил. Видите, не было тогда у меня ноутбука, не было программы Чесбейст, но много чего не было. Самый принципиальный ответ G7, G5. А в этой партии мой противник, шахматист, который мне с детства приходилось очень непросто, Сергей Гилев. Сейчас, насколько я знаю, работает тренером с Dishore Intellect. Но долгое время он работал в какой-то совершенно иной сфере. То есть являлся чистым любителем. Очень много времени посвящал шахмату. Самую первую партию Сергею я проиграл, когда у нас у обоих были вторые разряды. Он умелыми действиями поймал моего слона в центре доски на Е5. И реализовал лишнюю фигуру очень. Четко так. И после этого наши партии длительное время шли просто с переменным успехом. Это партия из обычного тренировочного турнира в Екатеринбурге. Его организовывал Маслов Владимир Васильевич. То есть просто тренировочный турнир. Мне этот турнир, несомненно, принес большую пользу. То есть я лишний раз получил по мозгам в королевском гамбите. И на долгое время от него отошел. Обещаю показать вам какие-нибудь партии, где белые в королевском гамбите побеждают. Могу свои, могу чужие. Но это позднее будет. Времени много. Я стараюсь каждый день записывать видео. Не всегда получается. Но 4-5 видео в неделю, я думаю, что могу агнонсировать. То есть обещать, что вот столько будет. Не 20 в день, как я изначально думал. Что вот возьму и запишу 20 роликов в день. Нет. 4-5 в неделю. Примерно так. Значит, ход коня в 6. Тоже старинный ход. Я был к нему готов. Я знал, что здесь надо прийти коня в 5 и ферзь Е2. И что у черных уже возникают проблемы. Что угрожает ход G2, G4. То есть непосредственно сейчас не угрожает. Но черным надо считаться с ходом G2, G4. Просто на каждом шагу. Мой противник играет максимально естественно. Просто более естественных ходов нет. И я играю по плану. Мне надо вскрывать линии. Для того, чтобы поставить мат на арсень. В этот момент, конечно, я был полон оптимизма. То есть мне казалось, что вот сейчас встрою линии и дам мат. Но вообще многим шахматистам свойственно такая переоценка. Вкрыли линии напротив короля. Значит мат ему неизбежен. На самом деле, конечно же, неплохо бы научиться еще сначала фигурки развивать. Кроме вскрытия линий. И в этой партии Сергей Павлович очень убедительно мне доказал, что я был излишне оптимистичен. Черные играют логично. Они ставят пешку на D6. Слон при случае готов выскочить на G4. Связывая белого коня. А после хода слон Е3. То есть я не уверен вообще. Здесь за белый ход найти не так-то просто. Потому что взятие на G3 невозможно. И за конь Беже 3. Ну, кстати, может быть это вообще было сильнейшим. То есть вот H4 придумал за меня комп. Тоже интересно. С идеей конь G5. Или HG пожертвовать вот так вот ладью. Конь бьет G3, перс H2. Конь бьет H1, слон D3. Потом слона вытащить на H6. Сделать рокировку. Может быть вот здесь. В такой игре шансы у белых еще оставались. Хотя сомнения берут очень большие. Черные не обязаны убирать ладью. Но в партии, то что было в партии, я конечно никому не пожелаю получить. Очень сильный ход F7 и F5. Черные подключили этим ходом к игре ладью. Пешку, которая готова встать на F4. То есть слона C8 из игры они не выключили. ЕД, наверное, снова опрометчивая ошибка. Но я вспомнил, что в партии с Володей Авдеенко я забыл пешку D, которая на D5 стояла. Забрать. И у меня все заблокировали в центре. Легко обыграли мне. После ЕД слон бьет D6. У черных еще и слон вошел в игру. Но ход конь Е5, конечно, проигрывает. Самый нормальный ход в этой позиции забелок это длинная рокировка. Мне же захотелось поставить вот красивый мат. Я посчитал очень интересный вариант. Рокировку сделал. И после F4 я заготовил вот этот вот удар. Перс бьет H5. Как не пожертвовать торзя? И потом HG. И вроде как опаснейшая атака по линии H. Но так и напрашивается вариант. Ферзь Е8. Ладья H7, король H7. Ладья H1. Ферзь H5. Ладья H5 мат. Но сильный противник. Он потому и сильный. Что вместо Ферзь Е8 просто взял на D1. Теперь взятие королем бессмысленно. Потому что черные просто уничтожат. Коня на Е5. И матовать на G6 станет нечем. Вот у черных лишняя ладья. И хотя все три фигуры спят. В бой они вступают очень быстро. Ну в партии получилось нечто подобное. Белые взяли ладьей на D1. Надеясь, что противник сыграет. Слон бьет Е5. Не слон бьет Е5. А сыграет ФЕ. И получит такой мат. Ну конечно, этот примитив был легко отгадан моим противником. Он взял на Е5. Теперь взятие на Е5 ведет к появлению у черных опаснейшей проходной в центре. Но это если не считать еще лишнюю ладью. Последовало GF. Белые все еще полны оптимизма. Конь идет на G5. Ладья на H1. Но ладья есть ладья. Черные просто смело забирают все, что им отдали. И аккуратно игрой спасают своего короля от матовой атаки. На коне Ф7 последует. Ладья бьет Ф7. Слон бьет Ф7. Ладья Ф8. И тут я это заметил и понял, что лишней фигуры моему противнику вполне хватит. В общем, здесь белые признали свое поражение. Но должен сказать, что Сергей Павлович играет редко. Но и сейчас периодически отнимает у меня какие-то очки в турнирах. Пару раз он выиграл Aeroflot Open. Причем как раз вот в те годы, когда... То есть самый первый Aeroflot он поделил первое и второе место. Потом еще раз. Но как раз вот в те годы, когда работал на другой работе. На совершенно не связанной с шахматами. Ну вот человек настолько любит шахматы, что занимался ими постоянно. Я как-то жил с ним в одном номере и был поражен количеством знаний его вот именно о шахматах, о разных дебютных вариантах, о психологии шахматах. И мне кажется, что в турнирах, которые организует Сергей Бешуков в Сочи, он бы тоже выступал вполне достойно. Ладно, на этом спасибо большое за внимание. До новых встреч. До свидания.